Жители дома на Бунино-35, где 12 июля произошел масштабный пожар, продолжают перебиваться у родственников. Других переселили в детский лагерь «Мечта». Алексей рассказывает, его 82-летняя мама осталась на улице с одним лишь платьем и собакой. Моя мама сейчас живет за городом у моей сестры. Это временно, у моей сестры нет возможности принять маму. У нас нет возможности взять как-то ски, ну, сложиться с сестрой и купить маме какое-то другое жилье. И мы в такой очень большой растерянности. Другие жители дома говорят, что лагерь, где они разместились, с сентября хотят законсервировать. Пострадавшие боятся остаться на улице. Сейчас идет пандемия. Сейчас все средства вообще кинуты на закупку препаратов и вентиляции легких и так далее. Есть те, кто временно приютился в очень плохих условиях, чтобы не жить в пионерском лагере. У кого на обсуждении? У городских властей. До какого срока будет принято решение о месте жительства людей, которые нуждаются в этом? Пострадавших также интересует дальнейшая судьба их дома. Здание осталось без крыши. В квартиры попадает дождевая вода. Состояние дома продолжает ухудшаться. Через неделю после пожара жители встретились с главой Приморской райадминистрации. Чиновники пообещали техническое заключение, но бюрократия восторжествовала. И судьба людей остается без внимания. О консервации здания тоже речи пока не идет. Любой сотрудник рядовой, КП ЖКС, к примеру, он не может прийти и провести самостоятельные работы по спасению подобных зданий. После таких вот пожаров, либо несчастных случаев. Для этого необходимо привлечение специалистов. Мы аккуратно изучаем эту ситуацию, общаемся со специалистами, которые могли бы подставить нам плечо и помочь тоже в решении данного вопроса. Я не думал, что не оказывается, не сделано вообще ничего. И любой вопрос, который мы задаем, он похоже повергает в большую растерянность представителей власти. Получается, три недели проблема есть, проблема коснулась даже не одного человека, а ста человек. И об этом никто даже как-то не озаботился. Еще одна проблема. Квартиры в сгоревшем доме пустые, но жителям до сих пор приходят счета за коммуналку. Приморская администрация анонсирует материальную помощь пострадавшим. Но опять же, тормозит процесс бюрократия. Звучили, что будут производить материальную помощь, на основании чего я буду производить, если экспертизы никакой нет. Уже прошло три недели. Лично ко мне, к нашим жителям, никакой инспектор не приходил, квартиры не осматривал лично, оценки никакой нет. Напомню, пожар на Бунина произошел в середине июля. Очаг возгорания, квартира на втором этаже. Там проживали арендаторы жилья. Пламя распространилась на площадь 700 квадратных метров. Пожар уничтожил более половины квартир в доме. Пострадало почти сотни людей. Открыто уголовное производство, предварительная квалификация, нарушения, установленных законодательством правил пожарной безопасности. Репортер продолжает следить за судьбой сгоревшего дома на Бунина.